Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Макту Саймфу. Ну что, дорогие друзья, очередная книга из моей библиотеки Джозеф Мерфи «Вечные жизненные истины», глава пятая «Путь к спокойствию». А сегодня мы постоянно слышим, как люди говорят «Я так волнуюсь». Чаще всего они не осознают истинные подоплёки своих слов. На самом деле, каждый раз, произнося их, человек воздействует на свой подсознательный разум, где поселяется привычка, перерастающая в хроническое беспокойство. Например, мать тревожит от своего сына или дочери, отец переживает по поводу ситуации на рынке акций. Камивояр же печётся о своей работе, о миллионах людей, обеспокоенной судьбой своей страны, своим здоровьем и благополучием. Беседуясь с хронически беспокойными людьми, я обнаружил, что их раздражают или волнуют не какие-то глобальные проблемы и великие трагедии, а ничего не значащие мелочи. Они как... Что это за слово? Листинята, которые портят виноградники. Книга песни Соломонова, 2.15. Сегодня медики знают, что хроническое беспокойство нарушает пищеварительный процесс, способствует образованию язв и истощает весь организм. Но большей отчасти причиной повышенной тревожности является незаслуживающие внимания пустяки, которые постепенно уносят ваши жизненные силы. Это ещё не случилось. Чаще всего мы беспокоимся о том, что ещё не произошло. Оглянитесь назад, на пройденный путь, и вы обнаружите, что большинство из того, о чём вы переживали, так никогда и не случилось. Но ведь вы буквально обкрадывали себя, лишая спокойствия, гармонии и жизни радостности. Что такое беспокойство? Это страница 70-я, книжки от Джоэлфа Мерфи «Вечная жизненная истина». Беспокойство – это вера во что-то плохое. Истинно верующий человек живёт в радостном ожидании наилучшего, а беспокойное – в предвкушении неприятностей. Беспокойство следует рассматривать как своего рода зависимость, ведь вы позволяете ложной идее доминировать в вашем разуме. Вы находитесь как бы под воздействием гипнотического внушения, которое вы делаете себе сами. Другими словами, вы зацикливаетесь, что является просто-напросто негативным автоматическим внушением, передаваемым вашему подсознательному разуму. Это своего рода невроз, вы постоянно жуёте какую-то умственную жвачку, негативную мысль, подобно тому, как собака грызёт голую кость. Иногда какой-то человек даже обижается, что ему советуют изменить взгляд на жизнь. Она беспокоилась по поводу землетрясения. Одна пожилая женщина пришла ко мне с кучей статистических данных о землетрясениях, происходящих по всему миру, и прогнозами синоптиков, тисмологов о возможном землетрясении в Калифорнии. Казалось, мысль о грядущем бедствии основательно завладела её разумом. Эта дама была француженкой по происхождению, поэтому я поинтересовался, не слышала ли она выражения, это на французском написано, которое означает предоставить событиям их естественному ходу, пустить на самотёк. Я объяснил ей, что большинство прогнозов, которые печатаются в газетах, никогда не сбываются. Почти все предсказатели ошибались. Апостол Павел сказал, «Хотя и пророчества прекратятся». Первое послание Коринфянам, 13, 8. Моральный настрой этой женщины сказался на её физическом самочувствии. У неё подскочило кровяное давление, и она стала мучиться бессонницей. Её лечащий врач, практикующий холистические способы лечения, посоветовал ей обратиться в Салмам, особенно к 26 и к 90. На горизонте вертолёт. Дорогие друзья, на горизонте вертолёт. Слева. Прямо подолгоозёрный пролетает вертолёт. Редактор субтитров А.Паркинувши. että Утеплилась, погода в Петербурге 12 градусов. Утеплилась, погода в Петербурге 12 градусов, показывает, так скажем, по Яндексу, ну, правда, прохладненько. Я открыла балкон, мой балкон, гуляю, душу свежим воздухом, вот, и такие вот дела. Конечно, я утеплилась, поскольку я, видите, сижу, читаю мои книги из моей библиотеки. Это моя очередная программа, моя студия, творческая студия перед темным мышлением, в смысле, темную программу. Татьяна Салмановна Макту в Сайфуде. Я даже одела такие уги-уги, эти уги с бриллиантами. Так что вот. Ну что, на чём мы остановились? Почитаю книгу «Вечная жизненная истина». А, ну, в Салмах мы остановились. В 26-м и 90-м. А я сделал вывод, что она сама выискивала, выискивает на свою голову неприятности и напрасно трепляет себе нервы. То и дело, выбегая на улицу, чтобы спастись от предполагаемой опасности, которая, скорее всего, ей не грозит. Более того, другие учёные утверждают, что нет никаких признаков, указывающихся на приближающиеся к землетрясению. «Вера в Бога и во всё доброе избавит вас от тревоги и страха. Изменив позицию разума, измените всё», пишет Джозеф Мерфи в своей книге на 71-й странице. И обратите внимание, я загрузила сегодня лекции Татьяны Черниговской. И, в частности, она говорит о чтении книг, что, читая книгу, чтение книги – это диалог с автором. Очень интересная позиция. Так что вот. Я предложила этой женщине переключить внимание на великие вечные истины, которые она должна была настойчиво и непроникновенно утверждать по нескольку раз в день. Таким образом, она заменит беспокойство верой. Советует ей Джозеф Мерфи. Посоветовала. Я укрыта покрывалом божественной любви. Я неуязвима. И ничто не может тронуть меня, кроме всего самого доброго. Я облекаюсь в одежды бесконечной любви и безграничного спокойствия. Бог оберегает меня. И там, где я, там и Он. Это одна из научных молитв Джозефа Мерфи. Вся броня Бога окружает меня. Я веду спокойную жизнь. А если вдруг в мой разум закрадутся мысли, полные страха и беспокойства, я тут же начну утверждать. Бог оберегает меня. Все прекрасно. Если читать эту молитву регулярно, она обязательно принесет результаты. И не стоит переживать из-за событий, на которые мы повлиять не в силах. Так что вот. Он эту молитву дал вот этой женщине, которая посоветовала читать эту молитву, которая беспокоилась о землетрясении в Калифорнии. Ну что, идем дальше. Это происходит не с нами. Недавно один человек рассказал мне, как однажды не смог улететь самолетом в положенное время. Ему нужно было подписать очень важный контраст в другом городе. Но именно этот рейс отменили. И он сказал тебе, у бесконечного духа есть гораздо лучшая возможность уладить все мои дела. Это божественное начало в действии. Он оставался спокойным, безмятежным, уравновешенным и вылетел следующим рейсом. По телефону, объяснив ситуацию людям, с которыми должен был стрелиться. И все сложилось в соответствии с божественным порядком. Когда вы уже наверняка, а как вы уже наверняка поняли, важно не то, что происходит с человеком, а его мысли об этом. Читаем еще раз. Это жемчужина. Жемчужина мудрости в книгах моей библиотеки по позитивной психологии и смежным наукам. Вот, жемчужина мудрости. Как вы уже наверняка поняли, важно не то, что происходит с человеком, а его мысли об этом. Этот мужчина занял правильную позицию. А другой человек, который стоял следом за ним в очереди в аэропорту, повел себя очень агрессивно и грубо заслужащим. Он был явно раздражен и обеспокоен, что, несомненно, оказывало разрушительное воздействие на ситуацию в целом. А ведь на самом деле этому господину нужно было просто принять данную ситуацию и утверждать. Я безмятежен, спокоен и, подобно Павлу, ни на что не взираю. Сегодня ученые и врачи, занимающиеся проблемами, связанными с психикой человека, указывают на то, что гнев, ярость, негодование и раздражение вызывают выработку адреналина в организме, вследствие чего повышается высокое кровяное давление и учащается сердцебиение. У вас всегда есть выбор, как реагировать на ту или иную ситуацию. Запомните, любая реакция зарождается вашим разумом. Вы в состоянии контролировать свои мысли. Вы их господин и можете придать им нужное направление. Начните делать это сегодня, прямо сейчас. Как можно чаще утверждайте, ничто не может встревожить меня и вывести из равновесия. Я совершенно спокоен и невозмутим. Заявляя об этом, будьте предельно искренни и ваше подсознание примет это как команду. А также вы, наверное, заметили, кто интересуется моим творчеством, смотрит мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через Депис, Мактун сайт, будем через Депис. Я загрузила несколько роликов. И вчера и сегодня Ирина Хакамады. И в частности про эмоциональный интеллект. Весь этот ролик, я думаю, что я его уже смотрела один раз. Нужно хоть еще пересмотреть. Я начала смотреть, но не полностью посмотрела. И она как раз говорит о настроении, что мы можем влиять. Говорит, что эмоциональный интеллект. Она сказала, что это нужно было не эмоциональный интеллект назвать, а по-другому. Потому что это связано с настроением. Так что я думаю, что очень интересная лекция на эту тему Ирины Хакамады. Ну что, дальше. Семьдесят третья страница. Ментальные уроды. Очень многих людей можно назвать ментальными уродами. Они постоянно чувствуют себя незащищенными, неполноценными и разочарованными. Обычно они погружены в себя, страдают от самокритики и упреков в свой адрес. И склонны переносить свои недостатки на окружающих. Но вы можете легко отвергнуть их установке и негативный настрой. Поскольку вы понимаете, в чем их проблема. Благословите их и идите своей дорогой. Вот древняя молитва, которая поможет вам решить многие проблемы. Господи, дай мне силы, чтобы изменить то, что я могу изменить. Мужество, чтобы принять то, чего я изменить не в силах. И мудрости, чтобы отличить одно от другого. Плывите по течению. Одна дама пожаловалась мне, что она несчастлива, зачарована. Прошла через три бракоразводных процесса, что сейчас ей 50. Она написала много статей. Ее выступление пользуется успехом в женских клубах. Но ничто из написанного ею никогда не было опубликовано. В заключение она добавила. Возможно, меня преследует какой-то злой урок. Я сказал ей, что необходимо покончить с этим патологическим страхом перед злыми силами, ополчившимися против нее, и вступить в жизнь, где господствует все доброе, реализуется желаемо. Все, что ей нужно сделать для этого, направить свой взор на то, что хорошо, что конструктивно, гармонично, игнорируя все остальное. Согласно моему совету, женщина в течение месяца проводила один эксперимент. По истечении этого времени должна была сообщить о результатах. Она намеренно переключила внимание на то, что желала видеть в своей жизни, утверждая. Бесконечный интеллект открывает мне пункт, которым могут быть приняты мои статьи. Я вступаю в счастливый брак. Я невероятно активна и получаю бесконечное божественное возмещение. У меня необычно высокий доход, постоянный и честно заработанный. Я отдаю свои таланты человечеству, меня ценят, я востребована и нужна людям. Это поистине прекрасно. Она постоянно повторяла эти великие истины, сконцентрировала все свое внимание на конструктивной стороне жизни. И еще до окончания месяца сообщила, что подобно мании небесной, к ней пришло признание. Ее пригласили работать в одно издательство, и вскоре все написанные ей работы были опубликованы. К ней потянулись люди, которые прежде ее просто и не выносили. Женщина перестала думать о нужде. Вместо этого в ее разуме управляет идея изобилия. Более того, она счастливо вышла замуж. Есть одно стихотворение, прекрасно иллюстрирующее то, о чем мы сейчас говорили. Разум – вот мастера сила. Он лепит, ваяет, а человек – это разум. Чем больше он получает резцов для работы, когда формирует мысли в начале, тем больше выходит радости или печали. Мысли, что зарождаются в заводе тайны, отражаются в зеркале жизни реалии. Это 75-я страница. Вы прекрасны. Вы прекрасны. Это подзаголовок. Страница 78-я. Немножко нужно, наверное, побольше на нее открыть. Может быть, в полный рост. Думаю, так, в полный рост. Так, как все, чтобы было более красиво мне. Чтобы, как говорится, был покрасивый мой наряд. Видно. Эротический. Такой эротический наряд. Ох, это маршрутка. Фиолетовая маршрутка. Что вы прекрасны. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как вы прекрасны и какие колоссальные потенциальные возможности лежат в глубинах вашего рации? Все силы и качества Бога скрыты в вашем подсознании. Дожидаясь момента, когда они будут востребованы и использованы. Вы здесь для того, чтобы узнать, насколько вы способны, достойны, прекрасны и совершенны. Я просто смотрю сейчас, как здесь получается, как здесь лежат сюда. Хотела себя как-то показать, как тут. Красивый наряд. Надо будет вот так, чтобы вот так полностью, знаете, как это. Ох, какие эти красивые наряды Слава Зайцев. Я вам там заблюдила модный приговор. Ох, какая красота. Какие у него эти накидки. Черные с золотом. Вообще вот эти вот Слава Зайца. Вообще такие коллекции. Очень такие платья. Очень красивые, знаете, я так вот посмотрела. Просто искусство, знаете, вот это вот искусство, искусство как там, красоты, искусство одежды, просто творчество, красоте. Так. А также я напишала, что мы с вами поговорим о героине. Это девушка на пенсии. Как там, какая там серия сериала «Между нами девочками» Ирина Степановна. Вот там, Ирина Степановна, девочка на пенсии. Как ее вообще, честно говоря, одели, знаете, позвонили с телевидения, как ее вообще одели, засняли. Честно говоря, когда я давала этот анонс, я еще не знала, чем это все закончится. Я эту серию посмотрела не до конца. Но я просто увидела, насколько она шикарная, феерическая эта женщина в обычной жизни, даже вот в обычной жизни. То есть, насколько она красиво каждый день одевается, и по фильму. Просто в этом сериале показывали, эти шляпы, эти наряды, эти платья, эти костюмы, которые она меняет несколько в день. Вот. И как ее приехали с телевидения, вообще нарядили, в принципе, обманули, сказали, ну вот вы же понимаете, там вот это вот, честно, будете там актрисой. Но она доверилась, понимаете, доверилась, я не знаю, как это называется, режиссер, или как-то он, парень-то был. Доверилась, в общем, я даже пересказывать вам не хочу, вы там посмотрите, как ее вообще, ну, я не знаю, конечно, ее как бы просто-просто одели обычно, в общем, она даже на себя, в общем, не похожа. Просто, знаете, я хотела на этом, как бы, обратить особое внимание, вообще, вот если посмотреть по фильму, как она феерич, как она красиво одета, да. И как ее вот одели для этого, для этого вообще, для съемки этого фильма, какого-то передачи, да, и какую передачу они засняли. Совершенно, совершеннейшую неправду вообще, совершенно исказили ее образ, и вообще совершенно... Ну, я даже, я просто хотела, знаете, я, когда делаю этот анонс, я хотела, чтобы мы поговорили, вот, насколько вот вообще... Причетка, макияж, одежда вообще меняет, меняет, знаете, вот это и походку, и осанку, и настроение, я так понимаю, и вообще, как это она вообще выглядит. Это можно очень контрастно посмотреть, как раз вот в этой серии, как ее надели на этом телевидении, а уж когда я посмотрела до конца эту серию, посмотрела, что вообще ее обманули, такой фильм они засняли, ну, не знаю, там, говорить мы будем о негативе, знаете, это, я думаю, что, ну, вообще, ноукомин. Сказать, что она расстроилась, понимаете, это вообще ничего не сказали. Те люди, которые смотрели, тоже были в шоке, которые ее знают, поскольку, в общем, ну, вы понимаете, да? Так что вот. А я просто хотела, чтобы вы обратили внимание, насколько вообще вот меняет, насколько вот-то причетка, говорят, еще макияж, причетка, одежда, украшения, шляпки, знаете, перчаточки, аксессуары. В общем, как вообще, в общем, это вот так вот наглядно очень-очень нужно посмотреть. Так что, такие вот дела. Ну, обсуждать уже этот фильм, который они засняли, вообще совершенно все это исказили, ну, в чем мы будем? Тот, кто хочет, посмотрит эту серию, в общем, сам сделает какие-то определенные выводы, в общем, говорить о негативе. Ну, знаете, из этого нужно сделать такой вывод, что если вот вам вот говорят что-то такое, знаете, вот это сделает там, вот это, да еще если, ну, то есть, как бы, ей надо было, конечно, не соглашаться. Он как бы немножко, знаете, ее как-то вот так вот обманул, что давайте мы вас попроще оденем, берите мусорный пакет, идите там, выбрасывайте, а вот вам эти копейки, покупайте эту булку. Но, в общем, ей не надо было соглашаться, конечно. Она, наверное, подумала, что как-то ее заснимут, покажут по телевидению. Ну, и, в общем, она должна была предполагать, что если она как-то вот это вот, что в таком образе каком-то ее и покажут. Мне, конечно, надо было себя показывать в этих платьях, нарядах и говорить, что мусор, если она и выносит мусор, то она выносит мусор при полном макияже и вообще, в общем, питаются они шикарно и за смелочью за булкой она не ходит. В общем, ей надо было как-то, в общем, честно говоря, но она сама не ожидала, я сама не ожидала в этом фильме увидеть. И вообще непонятно, зачем это было так снято, то есть, может быть, это чья-то, знаете, как бы это было положено, как чью-то, знаете, как чья-то мистер, что-то вот в этом роде, чтобы ее так вот засняли, что сказали, что она там алкоголичка. Это совершенно, знаете, шикарная квартира, шикарная семья при достатке. И, в общем, так ее вообще в этом фильме вообще засняли и показали, ну, вы понимаете, да? И вообще, если кто-то не знает, люди посмотрят и подумают, вот это, вот это вот. А на самом деле, как она вообще, квартира шикарная, семья хорошая при доставке и при машине, и замуж собирается выходить, и вообще вся такая, понимаете, каждый день с утра до вечера на макияжах, на нарядах, на шляпках. То есть, в общем, в общем, вот так. В принципе, я хотела, знаете, развить тему, знаете, как вот образ, знаете, как вот себя, себя украсить, знаете, вот, чтобы быть такой вот, там. Ну, просто, знаете, такие еще до, знаете, там, у различных, различных, там, я публиковала на моих страницах ВКонтакте, такие вот цитаты различные, в общем, различные цитаты, да, знаете, как там. Наталья, правда, на одно говорит, а Светлана Ермакова немножко другое, как там флиртовать с миром или как-то быть. В общем, ну, вы поняли, да, то есть, в общем, какие-то такие вот эти вот. Ну, вот, я хотела, в принципе, обратить на это внимание и поговорить об этом, но когда посмотрела всю эту серию и вообще, как это все засняли, то есть, это пришло к тому, что здесь нужно вообще, честно говоря, обсуждать немножко о другом, об этом телевидении, об этих людях, что ее так засняли. То есть, я даже не знаю, если надо будет просто другой немножко пример привести, тот же модный приговор, там, многие приходят и их там вот наряжают в этом модном приговоре, как там, знаете, делают и прическу, и макияж, подбирают и одежду, лучше уже на каком-то другом образе мы это рассмотрим. Так что вот в дальнейшем, в одной из моих передач, вот такие вот дела. Ну, еще мы остановились, вы прекрасны. Книжка Джозефа Мерфи. Так, давайте. Вы здесь для того, чтобы жить наполненной и счастливой жизнью. Перестаньте верить в старые догмы. Сбросьте с себя одежды больного, бедного, глухого ко всему человека. Порвите с установками, привитыми вам с детства. Вы поете те же старые гимны и усаживаете в одну и ту же, и чего там, и усаживаетесь в одну и ту же церковную скамью. Вы все еще верите всему тому, что вам рассказала, рассказали бабушка и дедушка о Боге, жизни и Вселенной. Вы по-прежнему верите мертвым мыслям и мертвых людей, мыслям, которые сегодня в свете науки и знаний являются полностью ложными. Сегодня миллионы людей придерживаются непонятных, нелепых, странных убеждений относительно Бога и законов жизни. В то время как любой мальчик из средней школы знает, что они ошибочны и смехотворны, пусть истинный и солнечный свет божественной любви войдут в ваш разум и сердце, и вы станете новым человеком. Ну, я так понимаю, то, что здесь немножко написано через эти вопросы, ну да, где идут, а знаете, таких вот догмах устаревших, потому что есть, ну, в общем, здесь, и здесь как бы не расшифровывается вот это, где-то в книжке об этом более подробно идет речь, но об этом мы просто как бы не будем останавливаться, если просто кто хочет как бы углубиться, углубиться в эти книги, ну, вообще, я вот это, как бы, очень советую, кстати, книги Джозефа Мерфи, просто он их или купит, нет, я не советую, что я не рекламирую, вот, я, как говорится, не то, чтобы там что-то покупали, вот, а я, можно их почитать, почитать в интернете, если кому-то интересно, так что вот. Ну что? Какая у меня сегодня книжечка в моей волшебной сумочке? Вселенная радости, искусство счастья, санлайн. Вы дар миру. А уж местно, что тут выбрать такое? Ох, это вот это вот, искусство самодизайна. Вот, знаете, я бы на самом деле вот эту Вераиду, Вераиду Степановну отнесла к этим, как бы, потому что, ну, не часто, не часто таких встретишь девушек на пенсии, которые... Я бы, вот, знаете, такая вот глава, санлайн, страница 150, искусство самодизайна. Я бы сказала, что это Ираида Степановна, эта девушка на пенсии из этого сериала «Между нами девочками», она вот как раз представитель такой вот этого меньшинства, искусство самодизайна, вот. Как она делает самодизайн из себя своей жизнью. Не просто имея такую философию, как она говорит, я вам тоже эту выдержку оттуда писала, что, как она сказала, что, когда ей грустно или когда хочется плакать, она смеется, улыбается или поет. И сохранять жизнерадость, если это не так просто, как она говорит, в наше время, то есть тем более еще на пенсии. Так что вот, это я от себя, от себя добавляю, от себя добавляю. Да еще так себя, как говорится, украшать, наряжать, даже в завтрак, быть при полном параде. Эти шляпки, то есть эпирические, понимаете, вот, в общем, как-то вот так. Это, знаете, искусство, я бы даже сказала, искусство самодизайна такого, самодизайна. Дизайнер жизни. Знаете, где сейчас пойдет речь, о дизайнер жизни. Это величайшая профессия на Земле. Это тот, кто создает прекрасное произведение из своей собственной плоти, своего лица и тела, своих мыслей и эмоций. О, искусство самодизайна входит в великую науку искусства жизни. Он хочет, чтобы красота и гармония космоса проходили через него и создает искусство новой грядущей культуры. Да, искусство новой грядущей культуры. Учителя человечества, которые вот так вот создавали самих себя, освещали всю Землю одним своим присутствием. Существо, пишущее самого себя, как бы пишет свою собственную книгу и таким образом делает для человечества намного больше, чем все библиотеки, все музеи и все шедевры искусства, поскольку они мертвы, а он жив. Художник, никогда не работавший над цветами своей ауры, это уже не художник. Музыкант, никогда не думавший о том, чтобы настроить свои разумы, сердце и волю на резонанс с космосом, еще не познал гармонию. Надо понимать, что такое настоящее искусство. Что может быть прекраснее, чем быть художником в своих мыслях, чувствах, жестах, словах и взглядах. То есть, создавать не картину, например, понимаете, а создавать себя своим, правильные мысли, взгляды, заниматься самодизайном. Быть красивым, знаете, красиво одетым, ну вот, в общем, выполнили, да? Красивым макияжем. Это я уже так говорю, знаете, и с этой улыбкой любви выходить в мир и украшать с собой мир, смотреть на мир глазами любви и дарить радость и счастье миру и людям. Но какое произведение искусства может с этим сравниться? Чуть-чуть от себя я добавила, в общем, возвращаемся к книжечке. Ох, эти земные жемчужины, понимаете, я вот говорю, что это просто ценнейшие, чем эти жемчужины в этих книгах, вселенная радости, Sunlight, изучаем. С 2002 года изучаю позитивное мышление и просто, знаете, у меня такая страсть, вообще страсть к этим книгам, потому что, видите, просто жемчужины, просто, знаете, вот напитываешься какими-то такими идеями, мыслями, вообще вдохновляешься. Тот, кто работает на своем внутреннем состоянии, вдохновением, точностью и ясностью и использует самые красивые краски и формы, никогда не будет жаловаться, что его не ценят и не признают люди. Он чувствует свою работу в себе и не может потерять уверенность в своих силах. Нам необходимо искать красоту, но не внешнюю, а внутреннюю. Если бы люди занимались тем, чтобы украшать себя внутренне, в той же степени, в какой они занимаются украшательством внешним, они были бы великолепны. К сожалению, все направленное вовне долго не продолжается и очень скоро нам приходится все начинать сначала. Тогда как внутренние улучшения, происходящие, возможно, более медленно, чем внешние, могут дать вам абсолютную уверенность в своей долговечности. Итак, человеку необходимо посвящать хотя бы несколько мгновений в день дизайну внутренней обители своего духа и красоте своей души. Для этого надо посещать университеты самодизайна и салоны духовной красоты. Такие названия могут показаться вам странными, но салоны духовной красоты – это не конкретные заведения, а любые красивые места с высокой энергетикой. Встречи, восходы в солнце, прекрасные концерты, общения с посвященными людьми. Вот процедуры, делающие нашу душу красивее, светлее, стильнее и моложе. Природа, озеро, леса, гора, звезды – вот университеты самодизайна. Медитация, молитва, творчество – все это наполняет душу великолепной красотой и гармонией. Пишет Sunlight в книжке «Вселенная радости». Я так понимаю, наполняя себя, свою душу великолепием, красотой и гармонией, это внутренне отразится на внешнем. В этих университетах внутренней красоты вы можете улучшать не только внутренний свой облик, но и все тело, да и вообще всю свою жизнь. Вы создаете себе новое тело, световое, квантовое или радужное, тело славы, о котором говорится в древних преданиях. Царь Соломон писал, мудрость человека просветляет лице его. Мудрость человека просветляет лице его. В алхимии изобилия предлагается множество методов, дающих нам возможность создать свое тело из всего наиболее тонкого, чистого и божественного в космосе. Каждый раз, когда человек испытывает возвышенное состояние любви, восхищение, жертвенности и радости, все это дает ему материалы, с помощью которых он ваяет свое тело, как скульптор статуи. Такой человек знает, что однажды покинет свое физическое тело, которое смертное, которое он не может унести с собой в пространство сознания и любви. Поэтому он работает также над своим тонким духовными телами, получая все необходимое через медитации, озарение, ликование и прозрение. Красота – это нечто живое. Ее источник остается сокрытым в глубине души, но она от изобилия изливается на поверхность тела, наполняя сиянием кожу, взгляд, улыбку и даже голос человека. Только светлые мыслы и чувства бескорыстной любви могут создавать красоту. Когда душа человека прекрасна, от него исходит особый тонкий аромат, передающий благоухание цветов и плодов, зреющих в саду его души. Пишет на 152-й странице «Самлайт», «Вселенная радости». Это моя книга из моей библиотеки. Вот такие вот дела. Вы смотрите мою очередную программу, мои подковки в студии «Позитивное мышление и силы позитивной мысли». С вами Татьяна Салмановна Макту Сайпудин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ах, это как красотка! Ах, это как феерическая звезда! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...